какие красавчики стоят ребята привет в этом коротком видео мы сегодня сравним лисяны l7 max и l9 max сегодня мы в этом видео быстренько пройдемся по техническим различиям по опциям чем они различаются и самое главное по цене и после просмотра этого видео вы можете принять решение какой он все-таки автомобиль больше подходит l7 либо l9 ребята первое самое главное отличие это в габаритах l7 всего лишь 5 метров 8 сантиметров хотя он больше 300 грузака а вот l9 уже просто баржа на 5 метров 21 сантиметр поэтому по габаритам выбирайте уже сразу же себе подходящий автомобиль ребята следующее техническое отличие это в разгоне и в емкости батареи у l9 разгон составляет до сотни всего лишь 5 целых одну десятую секунды у l7 разгон займет до 105 секунд 7 десятых объем батареи у l9 она больше на полтора киловатт-часов и составляет 44 спины киловатт-часа у l7 43 киловатт-часов ровно то есть это позволяет l7 на 15 километров больше проехать на чистой электротяге здесь у нас 210 он проезжает l9 проезжает 225 километров только на электротяге ребята других технических отличий у этих автомобилей нету полторашка мотор четырехцилиндровый на 150 сил пневма одинаково одноступенчатый редуктор в роли трансмиссии тоже одинаковые электромоторы на осях тоже одинаковы следующее очень значимое отличие для людей живущих городах и которые будут эксплуатировать это в узеньких улочках это колесная база у l7 она три метра ровно у l9 она на 10 сантиметров больше 3 метра и 10 сантиметров в l7 вы можете выбрать себе разные диски по цвету и по размеру в базе они идут 20 за 10 тысяч юаней вы получаете 21 перейдем к опциям в l7 экраны лет но качество превосходное отклик двух ядерный snapdragon дает вам изумительную скорость опция у l7 у пассажира есть это вот такая подставка для ног мы от вводим кресло максимально вперед откидываем спинку снимаем ботинки только ребята потому что она кожаная очень классная мягкая все автоматически не здесь в этих автомобилях нету ничего ручного все настраивается только с кнопочек только вот дефлекторы вы вот так вот будете руками и ремни сами на тебя и все остальное работает с кнопок также у водителя и у всех пассажиров что в l7 что в l9 есть подогревы продувы и массажа никто не обделен следующее отличие в салоне то что в l7 второй ряд это сплошной диван 60 на 40 и главное отличие l9 от l7 почему он такой большой 5 метров 20 метров потому что эта машина создана для больших семей и посмотрите второй ряд у нас создан из двух капитанских сидений здесь сумме вообще 6 посадочных мест и здесь очень комфортный третий ряд на котором себя будет чувствовать комфортно не то что дети а взрослые причем не самых маленьких размеров как ширину так и высоту еще прикольная фишка l9 чего нету в седьмом так это ароматизация салона вот здесь вот бардачке есть три дырочки и мы туда вставляем 3 стика которые идут вместе с автомобилем и потом продаются как расходники это может заказать все на китайских сайтах либо у ребят которые продают их это бывший официал mercedes они продают эти стики и вы уже в настройках климат-контроля вы убираете какой запах у вас будет салоне но у нас там пусто потому что они новенькие запечатаны в коробочке лежат и ждут пока и хозяин вот этого l9 распакует и будет настраивать ароматизацию в салоне прикольно я бы хотел бы себе такое ребята это были основные отличия l7 от l9 то есть мое субъективное мнение l7 подходит там для пары пара там плюс один ребенок может быть даже собака которая может ездить в большущем багажнике потому что в седьмом он реально большой l9 подходит для семей где в салоне все-таки будет ездить там где-то 45 человек и вот мои друзья у которых там по двое детей у лёхи так вообще еще две собаки больших самоеды которые будут ездить багажнике то есть эту машину выбирают ради практичности по опциям по батарейкам по расходу это практически одинаковые машины поэтому выбирайте чисто из габаритов удобно ли вам будет ездить на борже 5 и 2 метра либо вы все-таки выберете 5 метровый l7 я бы выбрал бы l7 но когда у тебя растет семья наверное все-таки ваше внимание и выбор перетекают в сторону минивэнов либо вот таких вот больших кроссоверов ребята еще самое главное отличие этих автомобилей мы говорим про комплектацию макс и про потому что про позже появилась в l9 там уже чуть-чуть другой чип идет там немножечко по опциям он беднее идет но внешне и по основным настройкам салона все то же самое что и в максе по цене эти два автомобиля с разницей примерно 8-10 тысяч долларов в китае зависимости от скида которые дают дилеры в разных частях китая наши партнеры в китае постоянно следят за ценами на лисяну потому что это очень популярные машины я вам не буду здесь говорить в точности сумму в юанях потому что она от месяца к месяцу разница ориентируйтесь на цифру 8-10 тысяч долларов сейчас на конец 23 года или седьмые стоят там в районе 5 и 9 6 миллионов рублей здесь наличие под заказ они 5 и 6 5 и 7 будут выходить это уже с доставкой в москву полностью готовы для постановки на учет l9 же стоят в районе 7 миллионов там самый старт в наличии примерно 6 и 9 они стоят под заказ там на 200 на 300 на 400 тысяч рублей дешевле ребят поэтому в общем здесь 7 миллионов здесь 6 миллионов здесь 5 метров длины здесь 5 и 2 метра длины здесь опции чуть-чуть поменьше нету холодильничка нету третьего ряда зато большой багажник здесь есть третий ряд везде есть продувы массажи везде три дисплея везде есть youtube русификация интернет это все здесь в этих машинах и еще я хочу сравнить эти машины чтобы вам было проще понимать почему они делают в одном и том же дизайне все свои три автомобиля l7 l8 и l9 кстати l8 практически нет запросов люди выбирают между семеркой либо девяткой позиция компании ли мне кажется очень похожа ну чуть ли наверно не повторяет ее это ситуация с айфонами потому что айфоны они имеют один и тот же дизайн среди всех своих моделей и пользователи лишь выбирают им размер побольше или поменьше у них будет здесь три камеры либо две камеры фокусное расстояние в камер то есть мелкие мелкие просто изменения но по факту вы получаете один и тот же айфон и разница цены то же самое в лисянах у вас один и тот же дизайн и немножко другая начинка по моему здесь очень все за параллельно ребят в общем нужны лисяны обращайтесь компанию сферы кар мы вам привезем из китая из киргизии у нас там офис открыт и можем вам подобрать лисяна в москве у нас всегда есть наличие эти автомобили поэтому в общем предложим вам самый оптимальный вариант по срокам и по стоимости ребят поставьте лайк напишите комментарии вообще интересны ли эти машины за 6 миллионов когда допустим бмв x5 стоят сейчас новые в районе 13 миллионов здесь цена в более чем в два раза ниже ребят лайк подписка на канал пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля по подбору доставки